В новой передаче «Они» с Тимуром Олевским и Владимиром Роменским по воскресеньям после 10 вечера выясняем, как они дошли до жизни такой. Сегодня после 22 часов герой программы «Они» депутат Госдумы Владимир Пехстин. Эхо Москвы. Адвинта. Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания «Артериай» представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа». Добрый вечер. Юлия Латынина. Код доступа 985-970-4545. Это СМС-ки 985-970-4545. Вот у меня тут много вопросов о метеоритах. Один товарищ даже спрашивает, что вот как же это наше доблестное ПВО и ГЛОНАСС проспало метеорит. Я должна успокоиться, что с учетом того, что американское ПВО тоже проспало этот метеорит, то все проспали. Вот такое напоминание, что кое в чем мы не отличаемся от динозавров. Тем более, что мне вообще надо молчать в тряпочку. Потому что утром, когда еще не был ясен размер причиненного ущерба, а вот было ясно, что свалилось что-то такое, я так посмотрела и подумала, нифига себе, как странно этот метеорит летел в Чебарпульский полигон. Да еще с Еландского. Значит, меня это дело осенило. Я, к сожалению, вместо того, чтобы придержать эту свою мысль, поспешила ознакомить с нее читателей с сайта «Новой газеты». Ну, естественно, это абсолютный бред, потому что, как только стал ясен, что там речь идет о килотоннах взрыва, то понятно, что это никакая не ракета, и понятно, что это действительно летеорит. Но вот это очень хорошее, действительно совпадение. Летел метеорит, летел в Чебарпульский полигон. Ну что, бывает. Ну, мне лично, кстати, эта история, которая приключилась со мной с собой, очень интересно, как, когда у человека возникает паранойя, у него начинаются сразу всякие логические подтверждения этой паранойи, там, что он летел по пологой траектории и так далее. То есть вот это абсолютно удивительно, что паранойя, как только она возникает, она страшно логична. Жизнь, типа, отличается от паранойи, что она нелогична. Вот, так что, с учетом того, что нас и не засекло метеорит, то была нас упростительна. 985, 970, 45, 45, конечно, самая большая новость этой недели, не считая метеорита. И напоминание о том, что всех нас все-таки может постигнуть судьба динозавров. Это история с отречением Папы Бенедикта. Вот меня тут один из товарищей даже спрашивает. Вы так восхищались выходкой Пусика, весь Запад их поддерживал, а почему вы теперь не восхищаетесь выходкой Фемин во Франции? Ну, я постараюсь ответить на этот вопрос чуть подробнее. Короткий ответ, конечно, заключается в том, что Пуски-то, как товарищ выражается, выступали против светской власти, вернее, смешения светской власти с духовной. А Фемин, которые протестуют против того, что Папа Римский не признает гомосексуальные браки, ну а вообще чего они лезут со своим уставом в чужой монастырь? Это вот определенная католическая культура. Почему они другой культуре навязывают свои ценности, почему они не предъявляют аналогичных требований каким-то другим культурам, например, мусульманским? Да, собственно, дело и не в том, как они себя вели. Вели себя по Сирайту. Мне совершенно не нравится, что эти девицы там отплясывали. Но если бы умерли 15 суток за хулиганство, вот это было бы нормально. А когда их превратили в мучениц, ну и жуйте то, что вы превратили. Да, так вот, Бенедиктия. Абсолютно удивительная история, как сказал лорд Арктон, власть развращает, абсолютную власть развращает, абсолютно. Трудно себе представить более абсолютную власть, чем власть Папы Римского. Вот книга Джона Джулиуса Норвича, так и называется, Absolute Monats. Вообще в истории человечества очень мало властителей, которые отрекались. На более или менее постоянной основе, как ни странно, делали венецианские дожи. Если вы посмотрите список венецианских дожи, вы заметите, что у них была эта привычка. Их избирали где-то, когда им было лет 70. И лет 80, когда они чувствовали нездоровье, они отказывались. Но дожи, это уникальная история, потому что в Венеции, власть дожи в Венеции была очень конституционно ограничена. И, в общем-то, он скорее был такой торжественной фигурой для торжественных парадных выносов во многом. И я решила рассказать историю предыдущего Папы Римского, который пытался отлечься от престола. Это очень интересная история. Она случилась в 1406 году, когда венецианец, обратите внимание, это важно, Ангела Карера был избран Папой Григорием XII. Суть заключила в том, что это происходило в конце вененского пленения Папы. И чтобы покончить с пленением, тогда все кардиналы, которые участвовали в избрании, договорились, что вот кто бы из них не изберется, он предложит Авененскому Папе отречься и отречется сам. И, соответственно, не случайно, видимо, избрали венецианца. Как я уже сказала, в Венеции была эта традиция отречений. К тому же Ангела Карера была в 80. И действительно, он написал Антипапе Венедикту XIII, что вот давай вместе отречемся. А потом его среда заела. У него было два племянника, которые тут же запустили руку в папскую казну. Когда ты обрастаешь племянниками, тебе очень неудобно становится отрекаться. К тому же он для того, чтобы встретиться со своим противником, должен был выехать из Рима. А там была реальная проблема, которая заключалась в том, что король Неполитанский, Ладислас, он просто мог в этот момент Рим захватить. Кстати, и захватил. И вот наш Григорий XII, который сначала сказал, да-да, я такой хороший, я отрекусь человек в 80 лет. Он очень неспешно начинает выдвигаться на встречу со своим противником. К ноябрю он доехал до Локки, к апрелю он доехал до Сиена, и там он остановился и сказал, что все, я передумал отрекаться. Кардиналы совершенно ошарашенные собрали собор в Пиде в 409 году, который его снес. И поставил папой пастушка с Крита, папу Александра V. После чего Григорий XII, понимая, что ему уже недолго остается проказничать в папской казне, продал папские земли за 25 тысяч флоринов, тому самому Ладисласу Неаполитанскому, который к этому времени таки захватил Рим. И тут у нашего папы выходит поблажка, потому что Александра V, вот третьего папу, поскольку оба папы отказались отрекаться, тем более, что они еще решили, да, если мы не отречемся из-за решения собора, то получится, что собор круче нас. Это нельзя. Значит, таким образом, благодаря решению собора, вместо двух пап стало три, но тут третьего папу отравили, скорее всего, и преемником его стал как раз человек, который его отравил, его звали Бальтасаркоса. А этот папа устроил бафемен, потому что он ничего не имел против гомосексуализма и активно им занимался. Кроме садомии и вероятного отравления своего предшественника, за косы числились инцест, пиратство, он вообще начинал карьеру как пират. Совращение бесчисленного количества девиц, дам и просто монахинь, то есть, в одном смысле, парень был двустволкой, и вот косы это было уже чересчур, и в мае 1415 года собрался новый собор в Констанции, сместил и косу, ну, а Григория XII все-таки сказали, ну, парень, ну, пожалуйста, мы тебя будем очень уважать, но тебе уже там, сколько ему было? Ему уже было 90 с хвостиком. Ну, пожалуйста, вот то все племянники, и Григорий XII все-таки отрекся. Это я рассказываю эту историю к тому, что нельзя быть мудрее своего века. Вот тогда папство было таким. Из песни слова не вычеркнешь, даже если ты хотел отречься. Сейчас этот социальный институт эволюционировал вот в такую историю. Да, и вот, собственно, возвращаясь к фемен, которые, значит, плясали в Нотр-Даме и говорили, что часы фемен, франц, колоколами Нотр-Дама пробили последний час гомофоба папы римского. Фемен поздравляет весь передовой мир с уходом фашиста Бенедикта XVI с поста главаря католической мафии. Ну, помимо того, что это отвратительно и безвкусно, это, наконец, дает мне повод сформулировать все смутные подозрения, которыми я терзалась насчет, да, вот этой истории. И это заставляет задуматься о том, все ли в порядке там с однополными браками и прочими животрепещущими вопросами, которые, кстати, Европа занята куда больше, чем там экономическим кризисом или исламской экспансией. Потому что, понятно, наш закон против пропаганды гомосексуализма ничего похожего не дает поводов задуматься. Он дает поводов задуматься только о состоянии умов в нашей стране, которые обсуждают это вместо того, чтобы обсуждать что-то другое. И вот, понимаете, что меня смущает? Вот я сразу оговорюсь, я уже это много раз говорила, что человеческая сексуальность явно имеет куда более широкие рамки, чем просто отношения для продолжения рода. То есть вот эволюция явно использует одну и ту же вещь по самым разным назначениям. Многозначность секса – это удел не только людей, но всех высших приматов. Я как-то уже говорила об обезьяне Бонобо, который является нашим ближайшим кузеном, так же, как и шимпанзе. Эволюционные линии человека и шимпанзе разошлись где-то 7,5 миллионов лет назад, а Бонобо и шимпанзе 2,5 миллиона лет назад. И вот если шимпанзе – это агрессивное животное с агрессивным альфа-самцом, то Бонобо – это обезьяна, у которой в стае матриархат. Несмотря на то, что правит самая старая самка, несмотря на то, что самки, как и человеческие, мельче. Их 80% где-то массы тела от самца. Но самый главный метод разрешения конфликтов, потому что, ну, грубо говоря, если шимпанзе хочет банан, а под бананом стоит другой шимпанзе, то шимпанзе подойдет, набьет морду товарищу и заберет банан. А если это происходит у Бонобо, то Бонобо подойдет и займется с этим товарищем любовью. То есть вот такая «занимайтесь любовью, а не войной» – позиция хиппи, поведенческие стереотипы Бонобо полностью отражает. То есть вот хорошая иллюстрация того, что сексуальность – это эволюционный механизм, который для социальных существ явно служит не только продолжению рода. И вот я много раз говорила, что в человеческом обществе христианская цивилизация и предшествовавшая ей илудейская культура с ее отрицанием гомосексуальности, ну, пожалуй, это скорее исключение. А в человеческом обществе довольно много было культур, в которых гомосексуальность признавалась, прежде всего в виде связи между молодыми воинами, что многократно усиливало аутруизм войска. Вот трудно сказать насчет Ахива и Патрокла, но и поминанты Пелопит – это вот предводители фиванского священного отряда точно были любовниками. Собственно, весь фиванский священный отряд был устроен по такому же принципу, и гомосексуальные связи между воинами были в обычаю ранее германцев. А есть замечательный рассказ Прокопия Кисарийского о том, как вандалы взяли Рим, они якобы подарили 300 своих молодых воинов римским патрициям, подкин до этого дела, а потом вот эти любовники перерезали в назначенный час горло своим жертвам на ложе. Причем то же самое было у самураев, причем гомосексуализм и в греческой культуре очень часто представал как высшая форма любви, отличная от низменных отношений между мужчиной и глупой бабой. Причем еще более неприятная для нашей современной морали речь шла не столько об отношении двух юношей у самураев, сколько об отношении мужчины, обучаемого им мальчика. Но я, собственно, вот не об этом, я о том, что вот все культуры, которые признавали и даже возвеличивали гомосексуальность, они всегда ее рассматривали как нечто отдельное, целилось с женщиной. То есть, грубо говоря, два разных возраста и два разных состояния человека. Вот ты молодой воин, ну и занимаешься со своими учителями какими-то вещами, а потом ты переходишь в другой возраст, в другое состояние, женишься, чтобы размножиться. И вот меня очень поэтому несколько вещей напрягает. Во-первых, вот это агрессивное требование равенства со стороны современного ЛГБТ-сообщества, которое фактически требует от государства того, что не может его обеспечить природа. Да вот как-то и поминанты Пелопит не выходили друг за друга замуж. Есть масса культур в истории человечества, которые признают гомосексуальность, но как-то вот нету культур, которые бы там уравнивали ее в правах с процедурой заведения семьи и потомства. Это первое, что меня смущает. Второе, что меня смущает, когда мне говорят, что это европейские ценности. Потому что Великобритания посадила в тюрьму Аскару Альда, она довела во время Второй мировой войны до самоубийства Алана Тьюринга, который, между прочим, раскрыл секрет энигмы и сделал для победы союзников во Второй мировой войне не только больше, чем любой другой ученый, но и, наверное, больше, чем любой другой генерал. Или там, если бы история... Да, вот у Альда и Тьюринга очень жалко. Но как-то, учитывая их судьбу, трудно назвать европейской ценностью терпимость к гомосексуализму, которая существует в лучшем случае последние 40 лет. Тем более, что как-то эти годы совпадают с закатом, а не с расцветом Европы. Ну, и тем более странно, когда вот ЛГБТ-сообщества требуют не просто терпимости, и даже не просто право на гражданский брак, но еще, знаете, чтобы вот и церковь признавала. Вот это уже с какой стати? Католическая церковь плоха, она хороша. Да, это социальный институт, которому 2000 лет со своими законами, правилами, почему геи, представители одной культуры, позволяют себе диктовать католической церкви другой культуре, как и что ей вести. 985-970-45-45 Возвращаясь от российских, от международных новостей к российским, я пишу об этом подробнее в новой газете, но я хочу заметить две вещи, которые у нас сейчас в России стали происходить. У нас есть вот ряд неважных законопроектов, как я их называю, которые сделаны, чтобы отвлекать общественное внимание, типа той же закона о запрете, пропаганде, гомосексуализме. А вот у нас есть важные проекты, которых надо обсуждать. Один из них я обсуждаю в новом газете, это совершенно потрясающий законопроект, о предложении отказаться от КАИБов, то есть от системы электронной подсчеты голосов. Понятно, учитывая того, что на выборах Госдумы в декабре 2011 года Единая Россия набрала на тех участках, где стали КАИБы, 29,9%, а в среднем по Москве 46,5%, то понятно, чем КАИБы не угодили Госдуме и правительству. Вот это очень серьезная история, я о ней подробно пишу в новой, и я призываю вас обратить на нее внимание, потому что, да, вот этим ребятам плохо в любой ситуации, когда наступает технология, потому что технология более беспристрастна. И вот кроме таких законов, одни из которых существенные, а другие из которых, как я уже сказала, законы, на которых ловится как блесна, у нас еще очень четко образовалось, на мой взгляд, два вида оппозиции. Одна оппозиция – это та, которая сама диктует информационные поводы власти. Это вот, например, Навальный. Вы мне скажете, а назовите еще, а я вам скажу очень интересную вещь, что люди начинают работать на Навального. Вот Навальный опубликовал в своем блоге информацию про майамскую недвижимость господина Пехтина, и тот покинул пост председателя комитета Госдумы по этике, хотя бы временно. Да, общеизвестно, что Навальный не сам нашел эти данные, их нашел некий доктор Зет, который занимается теоретической физикой в Испании, и доктор Зет сам мог бы опубликовать эти данные, но доктор Зет предпочел их опубликовать через Навального. Это очень важно. То есть мы видим, что образуется некоторое сообщество людей, которые сами не хотят избираться в Координационный совет, писать статьи, быть на виду, и когда они думают, чем я могу помочь России, они группируются вокруг какой-то определенной фигуры, фигуры Навального, которую, собственно, именно поэтому Следственный комитет так хочет посадить. И вот мы видим содержательную оппозицию, оппозицию, которая диктует информповоды власти, и та вынуждена отбиваться. А мы видим несодержательную оппозицию, которая на всякий информповод власти говорит, ах, как это ужасно. Вот эти негодяи приняли закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Эти негодяи посадили Квачкова, который такой невинный человек. Эти негодяи, значит, вот сейчас создают Росфинагентство и украдут там все российские бабки. А, и у нас одновременно происходит очень интересная эволюция Координационного совета. В сторону, я бы сказала, разумной политики. Вот у нас Координационный совет на днях принял заявление о необходимости введения визового режима со Средней Азией. Причем, заметим, любая страна имеет право вводить визовой режим. И, собственно, это вполне либеральное заявление. В нем сказано, что мы хотим быть, иметь безвизовой режим с Эстонией, а не со Средней Азией. Если мы хотим в Европу, то вот нам туда, а не туда. И меня совершенно потрясла реакция Демшизы. То есть не потрясла, она была легко предсказываема. Реакция Демшизы на это заявление. Потому что, ну, конечно, я даже не стану пересказывать. Я просто процитирую статью Евгения Ихлова на эту тему. Оказавшись в политическом тупике, координационный совет открыл для себя умеренный национал-популизм. Это огромная победа Юлии Латыниной. Почти ежедневно твердящий Карфаген должен быть разрушен. В финну азиатским гастарбайтерам ставится согласие работать за гроши в рабских условиях, склонность к криминализации и потенциальная готовность впадать в радикальный исламизм. Эти доводы недостойны людей с современными демократическими взглядами. История Запада знает совершенно иные рецепты борьбы с этими проблемами. Вот тут мне и хочется сказать, вот какие рецепты знает история Запада, ну, хотя бы в том несчастном датском городке, где местное исламское большинство запретило ставить елку. Там дальше еще бесценная фраза. Проблема в том, что у новой российской оппозиции совсем нет контактов с исламскими кругами. Видите, какой ужас. Навальный и Каспаров не контактируют с теми милыми ребятами, которые на своих сайтах размещают проповеди имама Аш-Шайби, которые в ответ на вопрос, допустимо ли убивать детей и жен врагов, отвечают, да, допустимо это, ибо это ослабляет сердца наших врагов. И которые очень радуются, что в Дагестане у Муртада, то есть у полицейского в данном случае, зарезали двух детей, 11 и 10 лет. Вот там большое ликование информационное по этому поводу. На самом деле, очень серьезная история, что делать, когда вас, которой ты особо не симпатизируешь, принимают какие-то решения, которые, на твой взгляд, являются здравыми. Но ответ рассказывать все как есть. Вот я на прошлой неделе уже говорила про историю с полковником Квачковым, который получил 13 лет. И он получил эти 13 лет не за то, что он считает власть, что власть в России захватили же домасоны, и даже не за то, что он именовал Путина Гельминтом Гельминтовичем на заседании от суда, а еврейскую нацию называл ГМО-геномодифицированные люди, которые появились, цитирую дословно, на свет, потому что с сатаной была проведена спецоперация по кровосместительному зачатию сестрой Сары от брата Авраама. А вот полковник Квачков мыслит в спецоперации. Но там предъявлялись полковнику вполне конкретные вещи, а именно то, что должно было тысяча человек собраться в лесу под ковругом, обесточить, взорвать вышки сотовой связи, подавить радиосвязь, овладеть имевшим место там быть учебным центром, раздобыть там бронетехнику и оружие и идти с этим на Москву. Да, и вот если прекрасно душные либералы считают, что это все вранье и никакой части под ковром Квачков захватывать не собирался, то надо так и говорить. А если вместо этого не обсуждать обвинения, а восклицать, разве можно так обходиться с политическими противниками, я уже говорила, господа, это не политика, это мятеж и то, что и перевороты, которые не удались, они всегда оказываются глупыми. Вот я в прошлый раз приводила пример генерала Мале, могу привести другой пример, 1310 год, тоже в Венеции был свой Квачков, его звали Бахамонто Тьепло, перерыв на новости. Программа... 19.30, краткие новости на эхе, в студии Всеволод Бойко. Заместитель министра связи раскритиковал закон о штрафах за мат в средствах массовой информации. В интервью нашей радиостанции Алексей Волин усомнился в необходимости введения такой нормы. Он подчеркнул, что Уголовный кодекс уже содержит статью о наказании за публичную ругань, а новые правила, их Госдума одобрила в первом чтении в январе, по мнению Волина, очень сырые и расплывчатые. Пчелевская учительница помогла почти 50 школьникам избежать травм из-за падения метеорита. Как передает интерфакс, Юлия Карбышева из местного лицея номер 37 была на уроке, когда случилось ЧП. Дети, увидев мощную вспышку, бросились к окнам, но учительница велела им спрятаться под паты. Также она открыла стеклянные двери в класс. Это обезопасило детей, так как через несколько минут прогремел взрыв и ударной волной в кабинете выбило окна. Сама Карбышева получила порезы, но эвакуировала ребят целыми и невредимыми. Очередное жестокое преступление на семейной почве расследует московская полиция. Она ищет мужчину, который избил свою жену и бросил ее умирать рядом с маленьким ребенком. Как передает интерфакс со ссылкой на столичное ГОВД, избытую женщину обнаружила в квартире ее мать. Позже пострадавшая скончалась. Источник агентства сообщил, что предполагаемый преступник неделю избивал супругу. Напомню, в начале этого года всю Россию всколыхнуло убийство на газетной матери и известного блогера Ирины Кабановой. С ней жестоко расправился также собственный муж. Шокирующую статистику о похищениях в Сирии опубликовался на канал Аль-Джазира. По его данным, группировки, которые поддерживает правительство страны, поменяли людей в провинции Иглиб. Медиа полагает, что таким образом радикалы отреагировали на похищение 40 шиитов на этой неделе. Речь идет о 300 людях, которых они взяли в заложники. Среди этой группы заложников было много женщин и детей, пишет интерфакс. Напомню, жертвами похищения в Сирии становились и наши соотечественники. Двое россиян попали в прямых боевикам, но были освобождены в обмен на повстанцев. Почти до 50 человек возросло число жертв терактов в Пакистане. Об этом сообщает агентство France Press. Оно также передает информацию о двух сотнях ранних. Трагедия произошла в городе Кветта, провинция Белуджистан, столицей которой является Кветта, один из самых напряженных регионов страны из-за религиозного противостояния активной деятельности экстремистов. Так, в январе они совершили в Квете двойной теракт, жертвами которого стали более 90 человек. Срочное сообщение в конце этого выпуска. В Чехии завершилась эстафетная гонка среди мужчин в рамках чемпионата мира по биатлону. Россияне до последнего боролись за медали, но остались вне тройки призеров на четвертом месте. Ну а на подиум взойдут представители команд Норвегии, Германии и Франции. Именно в таком порядке. Коротко о погоде. Минус 11 вечером и ночью. Не выстрекайте, завтра днем прогнозируют все новости. Все, вот только служба информации. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания «РТВАЙ» представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа». Добрый вечер, Юлия Латынина, «Код доступа». Меня тут вот по СМС спрашивают, попросят прокомментировать резкое повышение цен на окна. Их установку в Челябинске на 30%. Ну разве это не мародерство, пишут мне по СМСке? Нет, господа, это экономика. Да, так вот, возвращаясь к идиотским заговорам. Бахаманте Тепало, 1310 год, тоже замыслал переворот в Венеции, доскакал со своими сторонниками до пьяцы. И тут некая старая леди, Веккия, высунулась из окна и уронила ему на голову ступку. Не ему, а она убила на месте ржунастца. На чем, собственно, переворот и кончился. Вот не было тогда правозащитников, они забыли сказать, что Тепало был сумасшедший, что все это было несерьезно, и венецианцы учредили по этому поводу Совет Десятей, начали свирепые чистки. И в этом, представьте, что заговор против Петра Третьего кончился бы неудачей, и вот тут-то было бы хохотно. Вот, ну как это, немка какая-то с помощью своего любовника-гвардейца, да еще нескольких любовников вроде бы, собирается занять российский престол. Вот это к тому, что, к сожалению, иногда наша либеральная публика утрачивает представление о том, что касается самой сути государства, обязанности его защищать своих сограждан, в том числе от попыток переворота, даже устраиваемых сумасшедшими. Касается это не только дело Квачкова, касается это шума поднятого вокруг дела об убийстве Буданова на этой неделе. Я прошу прощения за то, что я отвлекусь, и я знаю, что насчет Буданова он мертв либо хорошо, либо ничего, но я должна сказать, что по-другому не могло быть иначе. Это убийство вследствие того, что российские нацисты сделали из Буданова героя, что позорно для нации, потому что бывает, что герои совершают убийство и насилие, но очень только больная нация, например, палестинцы или эсэсовцы, или вот в данном случае российские нацисты делают героя из героя человека за то, что он убивал и насиловал, и никаких других героических поступков за ним не водится. Делают героя из героя человека, который в тот день напился пьяным, бросил гранату в печку со служивцем, потом одного из них посадил в яму, потом поехал в село, забрал там понравившуюся ему чеченскую девочку, эту чеченскую девочку нашли мертвой, изнасилованной и голой у него в кабинете. И если бы его за это посадили, то не случилось бы его убийство, и он сидел нормально, а его стали выгораживать, рассказывать, что оказывается он совершил подвиг, рассказывать, что оказывается она была снайпершей, что он ее не насиловал, да что вы можете подумать, и сидел он, как мы тоже прекрасно знаем, он сидел у своего приятеля, генерала Шаманова, скажем так, это была не очень сложная отсидка. И когда он вышел, и когда к этому времени стало ясно, что в войну между Россией и Чечнёй выиграл Кадыров, его убили. Но проблема заключается в том, что его убили не в рамках мести, и даже не кровной мести, что это носило все черты заказного убийства, оплаченного. И такие убийства власть обязана раскрывать. И поскольку Митсубеши Лансер, которым пользовались угнанные преступники, они не успели его сжечь, не смогли, то, во-первых, удалось установить, насколько я понимаю, следователям у угонщиков, кто купил эту угнанную машину, а ее купил человек, который был чеченским религиозным авторитетом, по-моему, Шалиманов его была фамилия, и оказалось, что по совместительству это просто авторитет, не религиозный, а уже криминальный, господин Тимирханов. И кроме этого, в салоне этой машины нашли ДНК Тимирханова на перчатках и нашли отпечатки его ладоней на сканворде, который решал убийца. И когда дело дошло до суда присяжных, началась обычная история, которая происходит, когда чеченцы суют присяжные, присяжные стали разбегаться, а адвокаты Тимирхановы застукали за дачи денег свидетелям. И вот давайте, черт возьми, обсуждать, откуда в машине взялась ДНК и отпечатки Тимирханова. Но там же еще трогательная деталь. Это не обсуждается. Адвокат, попавшийся на дачи денег свидетелям, превозносится как борец за правду. То есть получается, что для определенной части публики любой человек, посаженный на скамью подсудимых кровавым режимом, заведомо невиновен. Доказательства обсуждать неприлично. Я тут сейчас, вот, там, эта часть Демшизы спрашиваю, откуда я взяла насчет ДНК и отпечатков. Вы знаете, поройтесь в интернете, найдете. Вы же даже не хотите искать в интернете, а того, кто вам тыкает носом в гугл, сразу говорите. А это нельзя обсуждать. Это неприлично только пересказывать то, что говорит адвокат, как бы он не врал. Там же еще трогательная деталь. Там адвокат Мусаев, увлекшись, сообщил, что Тимирханова, проклятые оперативники, пытали, требуя дать на него показания, на Кадырова и на человека по кличке Лорд. Это знаменитый в Чечне человек, который ни одного кровника Кадырова ликвидировал. Не просто вообще на кого-то, а на Кадырова и на Лорда. Во! Жертвы кровавого режима! Несчастные, никого никогда пальцем не тронувшие Кадыров с Лордом, на которых кровавый режим вымогает показания у невинного человека, которого посмели арестовать всего-то на основании наличия его ДНК и отпечатков пальцев в машине. И если бы адвокат Мусаев не дал денег свидетелям, что, конечно, только с точки зрения кровавого режима может рассматриваться как подкуп, то страшно подумать, что бы эти кровавые опера могли сделать с такими невиновными заведомыми людьми, как Кадыров и Лорд. Хотя, конечно, что я должна сказать, что наше следствие настолько дисквалифицировалось, настолько перестало ловить мышей, что даже в самых очевидных случаях, когда оно может приложить малейшие усилия, ему будет что сказать. Но, простите, у него рот занят Навальным, оно жует, оно не может говорить по поводу каких-то других вещей. 985-970-45-45, и на этой неделе случилась очень интересная история, не знаю, заметили ли вы ее или нет. На заседании комиссии по ТЭКу впервые публично встал вопрос о лишении Газпрома монополий на экспорт газа. Причем, с одной стороны, это ожидаемая вещь, я об этом как-то писала неделю-две назад в Новой газете, что этот вопрос активно обсуждается. Активно обсуждается он не потому, что в России существует рынок, а потому что в России существует два человека, одного зовут Геннадий Тимченко, другого зовут Игорь Сечин. У Геннадия Тимченко есть Новотек, у него добыча растет быстрее, очень быстро, реально хорошо развивается компания. К 2020 году будет добивать, ну, где-то около свыше 100 миллиардов кубов газа. Есть Роснефти, говорит Сечина, у нее она хуже развивается, но планов у нее громаде, оно тоже хочет 100 миллиардов добывать. И они уже демонополизирована труба внутри из-за этих двух новых газовых гигантов. И естественно, что они хотят доступ к рынкам и за рубежом. Причем аргументы Газпрома против демонополизации понятны. Газпромы и так, мол, трудно конкурировать со всеми этими нехорошими европейцами, которые не хотят покупать газпромовский газ по кабальной цене и строить всякие там терминалы сжиженного газа. А тут, получается, Газпром будет еще конкурировать с Тимченко и Сечином на внешнем рынке. Но что для меня самое интересное, что вот эти три сущности конкурируют не на рынке. Они конкурируют за решение Путина. И вот, возвращаясь к тому, что надо обсуждать самые важные вещи, которые происходят в России, мне кажется, самые важные вещи, которые происходят в России, это то, что у нас Путин стал вместо рынка. То, что у нас, посмотрите, все крупные экономические сделки не то, что требуют одобрения Владимира Владимировича, я не могу себе представить, что они происходят без его, да, как бы, что он является арбитром вместо рынка. Вот посмотрим, крупная сделка самая прошлого года. Выкуп Роснефтью, ТНК, БП. Общий объем сделки 56 миллиардов долларов. При этом Фридман, Виксельберг и Хан получают 28 миллиардов долларов кэша. Роснефть уже нашла кредит, и сделка состоится. Но, да, возникает вопрос, эта сделка что-то дает, да, Роснефть – государственная компания. Значит, как бы нас с вами, налогоплательщиков. Эта сделка увеличивает долг на Роснефть, эта сделка способствует монополизацию рынка. Да, почему она происходит? Да, она происходит, потому что, с одной стороны, Игоря Сечину, да, это очень важный человек, и он хочет недвусмысленно контролировать весь нефть, значит, он хочет сохранить свои позиции, которые он занимал в качестве первого вице-премьера, курирующего ТЭК. Он хочет по-прежнему курировать ТЭК. Да, и потому что, поскольку он купил долю БП, то нехорошо обижать Фридмана, потому что, с точки зрения власти, потому что вот Фридман с Сечиным не уживется, давайте Фридману выкупим. Да, еще есть замечательная история с Нурникелем. Акционеры Нурникеля Владимир Потанин, Олег Дерипаско, грызутся, напомню, с 2008 года. И там очень интересно шла борьба. Менеджмент Нурникеля контролировал Потанин, и поэтому это был такой военный прием. Нурникель направлял свои доходы не на выплату дивидендов, то есть это позволило бы получить деньги Дерипаске, и, кстати, поскольку у него большие долги, платить этими деньгами проценты по кредитам. А Нурникель выкупал деньги на обратный выкуп акций. То есть Дерипаско денег не получал, потому что он не мог продать свои акции, они были в залоге. А Потанин получал за акции огромные, куда больше акций деньги, и сохранял над акциями этот контроль, потому что они отходили, фактически они отходили компанию, но ими продолжать можно было голосовать. И этими же акциями голосовалось против Дерипаски. И даже Дерипаско подал на Потанина в суд в Лондоне, и первое заседание должно было состояться 3 декабря прошлого года. И вот буквально накануне этого заседания приходит сенсационное известие, которое в сущности сводится к тому, что Путин назначил Абрамовича разводящим по Нурникелю. Потому что, ну, понятно, судя по истории суда Березовского и Абрамовича, но неприятно, когда российские олигархи судятся друг с другом в Лондоне, потому что много чего выходит наружу. И получается, вдруг обе враждующие стороны продают Абрамовичу очень небольшой пакет акций, передают ему право голосовать еще большей частью акций, погашаются квазиказначейские акции, которые вызывали такую изжогу у Дерипаски, ну, а Старжилковский покидает пост гендиректора. Из стороны фиксируется тот минимум дивидендов, который позволит Дерипаске получать с Нурникеля доход. Да, еще трогательная деталь, ведь Старжилковский был назначен генеральным директором в ходе войны главой Нурникеля, потому что у него был свой канал доступа к Путину. Там я не буду обсуждать управленческие достоинства бывшего гендиректора питерской турфирмы, но вот в части там финансов, в части денег, вот просто его управленческие достоинства в честь использования того самого административного ресурса, из-за которого есть основания полагать его и назначили. Вот при Старжилковском Нурникеле проиграл два конкурса. В Воронежской области он проиграл конкурс на освоение никелевого месторождения Уральской горно-металлургической компании. На тайны, в самом центре своих владений, он умудрился проиграть конкурс на освоение фактически части своего же месторождения, русской плотины Зеи Бажаева. Более того, после проигрыша Нурникеля в этом самом Воронеже возникло мощное экологическое движение, типа не дадим кровавому путинскому режиму осквернить нашу экологию, освоить месторождение. И вот меня поражает, уже много раз я это говорила, что за это движение в Кремле Старжилковскому не дали по мозгам. А вот получается, что олигархам в ходе разборок можно, а Навальному и 6 мая нельзя. Вот Старжилковский получил совершенно замечательный золотой парашют, 100 миллионов долларов. Ну, дай бог ему здоровья. А вот еще замечательный пример того, что можно назвать синдром Путина вместо рынка. Тельман Исмаилов. Человек, который считался одним из самых богатых людей России. У него там при обыске в Праге, говорят, изымали бриллиантами чуть не пригоршними. И вот летом 2009 года Путин рассердился на Исмаилова, сказал, где посадки. Помните знаменитую фразу? И вдруг в одночасье отказалось, что тот злостный контрабандист в Черкизе, он был разгромлен. Если вы помните, был официальный предлог для гнева. Это роскошная гостиница Мордан Палас, которую он в Турции построил. Ну, в общем, все-таки ходят случаи, что гнев Путина был обусловлен какой-то более личной причиной. То ли там Исмаилов угрожал, позволил себе угрожать кому-то из друзей Путина. То ли что-то там на открытии Мордан Паласа была жена Путина, и это вот как-то вот задело. В общем, Исмаилова помножили на ноль. И вы видите, что он вернулся в Россию, потому что он попросил Кадырова. И вот по протекции Кадырова получается, что Исмаилова простили. То есть, где рынок во всей этой истории? Человек попал не за рынок, и человек вернулся ли не через рынок? Еще очень интересная история, это, конечно, Уралвагонзавод. Я уже как-то говорила, что вот тот самый Виктор Холманских, начальник цеха Уралвагонзавода, который обещал Путина привезти в столицу уральских мужиков, разобраться с оранжевой нечистью, что вот это обещание привело к совершенно удивительным, позитивным переменам в жизни Уралвагонзавода, потому что Минобороны мигом забыла свои прежние заявления о том, что вот оно не будет покупать танки Уралвагонзавода, потому что, мол, и старые, и цена несуразная. Сразу образовалась программа закупки танков, а вот сейчас уже начинается дальнейшая программа экспансии Уралвагонзавода, например, он забирает через Ростехнологии контроль над Великимскими заводами. Да, то есть дивиденды-то у нас выгодно бороться с оранжевой революцией в России. Ну, и в качестве совершенно анекдотической истории, которую я хочу рассказать напоследок, я хочу рассказать совершенно анекдотическую историю, часть которой можно было наблюдать в январе этого года, на стадионе имени Ахмад Хаджи Кадырова в Грозном. Играли грозненский тирик и иерусалимский битар. Но там вот как это сионистов занесло в Чечню. Кстати, сразу скажу, что футболисты были там объявлены личными гостями Кадырова, побласканы, засыпаны подарками. Кто такой владелец битары? Такой франко-российский, израильский бизнесмен, знакомый, будем говорить так, всех разведок мира Аркадий Гайдамак. Он уехал в свое время из России в Израиль еще в 1973 году. Потом он открыл во Франции переводческое бюро. И вот в 80-х начались то, в чем его стали обвинять. Если вы помните, в какой-то момент, несколько лет назад, французские власти обвиняли его в том, что он вместе с сыном Митерана поставлял оружие властям монголы. И вот когда в 2000 году Франция стала это расследовать, то у Гайдамака начались сложности. Ему сложно было вести в том числе бизнес в Анголе. И он привез в Анголу альмазного короля Льва Ливаева. Кстати, которого с ним познакомил бывший глава Моссада. Это все официальная история, что знакомство происходило через бывшего главу Моссада. И официально ангольскими алмазами занимался Ливаев, потому что у Гайдамака в это время были проблемы с французской юстицией. А секретно было соглашение о том, что этот бизнес 50 на 50. И поскольку соглашение было суперсекретным, его подписали в единственном экземпляре и вручили на сохранение главному раввину России Беру Лазару. Ребята, я вам пересказываю не сюжет плохого фильма про Джеймса Бонда. Я вам пересказываю реальную бизнес-историю. Значит, естественно, Ливаев мне заплатил Гайдамак у нецента. После этого Гайдамак бежит к Беру Лазару и говорит, ну, давай конверт, в нем же соглашение. А Беру Лазар говорит, какой конверт? Ливаев говорит, ну как же, я же вот тут, наше соглашение 50 на 50. Да, говорит, Перлазар, а я ничего не знаю. Я думал, что в этом конверте какие-то там были пожертвования куда-то. Я его давно выбросил. Гайдамак подает в лондонский суд в 2010 году. Но после этого, в 2011 году, он едет в Анголу. Там местные бастрыки наберут его в оборот. И говорят ему, ты подпиши соглашение мировое с Ливаевым. А то, знаешь, вот что-нибудь может с тобой случиться, наверное, при Гайдамак подписывает это соглашение. Господа, вы будете смеяться. Мировую. И он забывает об этом сказать своим лондонским адвокатам. Постеснялся. То есть, еще раз повторяю, что это все, то, что я пересказываю, это не кино. Это на самом деле. В Лондоне судья говорит, да, соглашение было. Потому что к этому моменту еще один высокопоставленный массадовец, присутствовавший при его подписании, приезжает в Лондон и дает показания. И судья говорит, да, соглашение было. И тут судья предъявляет, да, соглашение-то было, но вот у нас еще и мировая. И судья отказывает Гайдамаку в иске, признав наличие соглашения. Я, собственно, к тому. Значит, через неделю после матча Бейтара с Сериком Гайдамак поддает иск уже в Израиле на Берлазара, в ущербе от невнимательности Берлазара, который якобы потерял якобы ненужный конверт. То есть, теперь вы понимаете, почему Бейтар поехал в Грозный? Правильно. Если Бейтар сыграет в Грозном, то Кадыров попросит Путина, чтобы тот попросил Берлазаров вспомнить, что было в конверте. Я так думаю. И вот такая, наверное, была логика. Девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. И завершая сегодняшнюю программу, я хочу рассказать о еще одном случае, который случился в Нижней Новгороде, который меня совершенно потряс. И заключается он в том, что в январе этого года советский райсуд Нижнего Новгорода взял под стражу замначальника угрозыска Нижегородского отдела номер один, некого Самсонова. А потом под домашний арест еще двоих сотрудников отдела забрали. Еще сейчас будут предъявлены обвинения троим операм. Наконец-то в России судят ментов. Мы должны просто потереть руки. За что же? Ответ. 2 марта 2011 года Алимов и товарищи накрыли шайку автоугонщиков. С поличным они на участок залетели в садовом товариществе, где находилось 27 разобранных жигулей. Тут же раз задержали пивших чай в домике двоих азербайджанцев, некого Гасанова и Заманова. Кстати, Заманов раньше служил в ГИБДД, ушел после того, как он попал в ДТП с человеческими жертвами. Ну, задерживали, наверное, жестко, думаю, надавали по шее, у нас менты по-другому не имеют. Вот. Гасанов и Заманов во всем признались, были выпущены под подписку. И, собственно, рассказ можно закончить. 27 машин. Поличное. Два но. Первое. Самсонова, то есть ментов. Через некоторое время зверски избивают. Бьет банда азербайджанцев в клубе, просто уверенная в своей безнаказанности. А потом этого же Самсонова, как я сказала, еще и сажают, потому что совсем неуимовные Гасанов и Заманов рассказали, что их пытками заставили оговорить себя. И, видимо, подкинули 27 автомобилей при обыске. Да? И что меня совершенно потрясло в этой истории? Что к компании подключился Нижегородский комитет против пыток. То есть именно эта правозащитная организация стала распространять пресс Лилила с описанием ужасающих мучений Гасанова и Заманова. И даже вот член комитета против пыток, некий Матасов, даже сказал, что его не интересует, угоняли ли эти ребята машины, а главное, как собирались доказательства. Абсолютно не важно, правдивая у них информация или нет. Вот поскольку это типично для правозащитников позиция, я попытаюсь объяснить господину Матасову, почему для всех обменяемых людей важно, угоняли они машины или нет. Потому что, во-первых, да вот согласно пресс-релизу комитета против пыток, дело было так. Вот мы, Гасанов и Заманов, сидели в доме, внезапно туда ворвался десяток человек, через несколько минут один из ворвавшихся принес два автомобильных номера в пакете, оказалось, что автомобиль с такими номерами числились в угоны. То есть очевидно, что это описание является враньем. Дело не в двух номерах в пакете, а в 27 разобранных машинах. Неужели комитету против пыток не стыдно воспроизводить такую смешную ложь? Неужели трудно задать вопрос, а машины тоже подбросили? И вопрос очевидный. Если Заманов и Гасанов так выврут, излагая легко проверяемые обстоятельства, почему правозащитники уверены, что они не преувеличивают сведения о пытках? Второй вопрос еще очевиднее. Понятно, когда менты пытают невиновных, вымогая признание в несовершенных преступлениях. Зачем пытать людей, относительно которых есть железную лиги, в эти 27 машин во дворе? Дальше. Я не сомневаюсь, что полностью невиновным Гасанову и Заманову при задержании крепко осталось. Но суть заключается в том, что похоже, что в своих показаниях они, мягко говоря, не говорят правду. И что в таких обстоятельствах становиться пособниками, вероятными пособниками бандитов, причем по-прежнему связанных с погонами, потому что, естественно, что это не правозащитники, а другие менты отмазывают в данном случае наших ментов. Это очень нехорошее занятие. Всего лучшего до встречи через неделю. Программа... Не успели, похоже, передачу.